приветствую всех кто находится сегодня на моем уроке с вами елена светимова и сегодня у нас урок по коррекции лица существует семь типов лиц но пять из них это именно те лица которые мы чаще всего можем встретить в жизни сегодня у нас с вами есть замечательная модель и я смело могу сказать что модели 40 лет и посмотрите как она прекрасно сохранилась и данный овал лица у нас больше приближен к овальному сегодня я покажу вам 5 типов лиц и как на этих пяти лицах при помощи определенных косметических продуктов вы сможете выполнить легко быстро и просто идеальную коррекцию лица на самом деле неважно какую форму лица имеете именно вы ведь если вы знаете линии пропорции в макияже и умеете правильно косметическими продуктами пользоваться вы сможете всегда и свои формы лица сделать идеальный овал сейчас вам показана модель которая имеет треугольную форму лица обратите внимание на подбородок мы видим что третья часть лица у нас заужена что сразу дает понять что это лицо треугольной формы также обратите внимание на лобную часть лобная часть расширена и линии плавно уходит в нижнюю часть в виде треугольника а данный тип лица у нас ромбоевидный обратите внимание сразу на височную часть мы видим что височная часть немного впалая ну и соответственно под скулой мы тоже видим немножко впадинку что и сразу дает нам понять что данное лицо ромбоевидное круглую форму лица также очень часто можно встретить в жизни обратите внимание на височную часть височная часть расширена что дает сразу нам понять что это круглое лицо круглое лицо также очень часто жизни может иметь и второй запасной подбородок поэтому вот эти две части часто нам показывают что это круглое лицо прямоугольная форма лица либо квадратная это именно та форма которую мы можем часто встретить в повседневной жизни. Обратите внимание на нижнюю часть лица. Мы видим, что челюстные косточки более выступающие. Ну и, соответственно, в лобной зоне у нас тоже идет практически квадрат. Ну и пятая форма лица – это овальная форма. Кстати, овальную форму лица встретить очень редко. И даже если девушка в молодости имеет четкий овал, то с возрастом вот в этой вот зоне овал постепенно превращается даже в прямоугольную форму. Поэтому частенечко при выполнении макияжа мы обращаем внимание именно вот на эти зоны. Как же правильно выполнить коррекцию лица, если вы имеете тот или иной овал лица, который был показан вам ранее? На самом деле правила для всех типов лиц практически одинаковые, ведь нам важно из каждой формы лица именно выполнить овал. Поэтому сейчас на овальной форме я покажу идеальные линии пропорции, которые необходимо будет применять и на то лицо, которое вы имеете. Как я уже сказала, наша модель имеет возраст 40 лет. Поэтому, конечно, сказать возрастной овал, наверное, это будет неправильно, но возрастные изменения мы все-таки имеем. Давайте почитаем сейчас лицо прям по частям. Для того, чтобы правильно прочитать пропорции, необходимо взять две кисти и положить одну кисть на основание бровей. Ну и, соответственно, вторую кисть на основание, там, где начинается рост волос. Смотрим вот эту вот часть. Это будет часть номер один. Затем опускаем кисть, смотрим. Вторая зона у нас практически одинаковая с первой. Обратите внимание, плюс-минус одинаково. И третья часть у нас также одинаково. Если все три части на вашем лице идеальные, это говорит о том, что ваши пропорции идеальные и у вас есть некая такая природная красота. Сейчас мы видим модель, у которой более прямоугольная форма лица. Обратите внимание на нижнюю часть. Мы видим, что нижняя часть более выступающая. И, соответственно, лобная часть тоже показана нам как квадратная. Сейчас на двух типах лиц я покажу вам, как правильно выполнить коррекцию. Ну и, соответственно, все эти правила вы сможете применить, как я и сказала ранее, на свою форму лица. Теперь предлагаю почитать пропорции на прямоугольной форме. Ставим две кисточки. Обратите внимание, что вот здесь и вот здесь у нас уже разные части. Видите, здесь чуть больше, здесь чуть меньше, а здесь практически такая же часть, как и вот здесь. То есть две части мы имеем одинаковые, а вот эта вот зона у нас меньше. Что же делать в такой ситуации? И давайте посмотрим на меня. Обратите внимание, что на самом деле у меня тоже прямоугольная форма лица. Нижняя часть более выступающая. Она не такая проявленная, как у предыдущего лица, но вот эти вот зоны тоже выступают. И обратите внимание на лоб. Вот часто так бывает, когда лоб при квадратной форме может быть овальный. Об этом мы тоже с вами поговорим в этом видео. Предлагаю сразу разобрать линии, которые у нас находятся только в лобной зоне. Обратите внимание, мы видим, что рост волос у нас идет в виде сердца. Поэтому, когда мы будем выполнять коррекцию, наша задача при коррекции больше уйти в овальную форму. Также сейчас показываю свое лицо. На нем уже есть коррекция, и вы видите, что на моем лице сейчас идет прям овал уже скорректированный при помощи сухого корректора. Прямоугольная форма лица, и здесь, соответственно, мы также работаем по одним и тем же линиям. То есть наша задача увести лицо именно в овал. Что же делать, если у вас треугольная форма лица? Наша задача абсолютно та же самая. Просто сделать мягкий овал. Если вы имеете ромбоевидную форму лица, абсолютно правило работает и на ромбоевидную форму лица. Мы тоже зрительно делаем овал. Если у вас вытянутая форма овала, то абсолютно то же правило работает и на вытянутую форму. Просто здесь вы отступаете чуть-чуть ниже, чтобы зрительно сделать лобик как можно меньше. Прямоугольная форма лица вы уже видели на модели. Все то же самое мы делаем в виде овала. Ну и, соответственно, круглая форма лица мы тоже пытаемся сделать овал. Как вы видите, одно правило работает абсолютно на все лица. Как вы уже поняли, неважно какая форма вашего лица. Если вы знаете линии и пропорции, вы всегда сможете скорректировать тот или иной лоб правильно в виде овала. Теперь предлагаю посмотреть на нижнюю часть лица. Еще раз обязательно подчеркну этот момент. Если бы личико у нас было более помоложе, у нас бы это выглядело бы вот так. Но даже при возрастных изменениях, обратите внимание, овал сохранился. И здесь, кстати, нет никаких инъекций. Как мы работаем с нижней частью? Неважно, какой формы у вас лицо, за исключением треугольного, мы всегда будем убирать вот эти вот линии. Чтобы сделать более идеальный подбородочек, нижнюю часть лица, мы проводим вот здесь вот такую вот линию. Сегодня в качестве примера у нас будет прямоугольная форма лица, потому что на прямоугольной форме лица отлично показывает все линии и также прямоугольную форму лица часто всего можно встретить в жизни. Итак, обратите внимание на прямоугольник, ну плюс квадрат, да, потому что данное лицо можно отнести к квадратному. Мы также убираем вот эти вот зоны. То есть наша задача привести лицо вот к такому некому овалу. Давайте также посмотрим на нижнюю часть на моем лице. Мы тоже видим легкую-легкую тень. И я также всегда стараюсь подобрать как бы темным корректором вот эту вот нижнюю зону. Как корректировать нижнюю часть лица при круглом лице? То же самое. Обратите внимание, мы берем и затемняем вот эту вот зону. А вот как я и сказала ранее, треугольную форму лица мы вообще не трогаем в нижней части. Мы лишь немножко подбираем подбородок. Иначе, если мы пройдемся по овалу, мы сделаем зрительное лицо еще уже и подчеркнем наше треугольное лицо. Поэтому наша задача подкоротить личико, поэтому убираем только в области подбородка. В ромбоевидной форме лица здесь картинка немножко неверно нарисована. Тут должны быть немножко выступающие такие вот косточки. Поэтому в ромбоевидной мы работаем абсолютно по тому же правилу. Потому что именно ромбы, которые у нас вот здесь и вот здесь есть, мы их тоже подбираем. Поэтому, как я и сказала ранее, правило именно по контуру в нижней части подходит абсолютно всем типам лица, за исключением треугольного. Даже если у вас вытянутый овал, вы можете подобрать только здесь, ну, либо немножко затронуть вот эту вот зону для того, чтобы более сделать личико короче и также подчеркнуть овальную форму. Прямоугольная форма лица, либо квадратная. Абсолютно также наша задача проработать нижнюю часть по тем же правилам. Убираем и получаем такой легкий-легкий визуальный овал. Ну и теперь самое важное почитать центральные линии. Дело в том, что мы можем при помощи коррекции нарисовать всегда только две линии. И сейчас я обязательно вам их покажу. Ставим карандаш, либо кремовый корректор, да, кисть на начало ушка, то есть на самую наивысшую точку ушка. И мы можем привести либо к уголкам губ, например, да, наш кремовый корректор, который приведет вот сюда. А можем привести вот в эту зону между основанием носа и основанием верхней губы. Также ставим и ведем. То есть примерно вот сюда. Обратите внимание, как эти линии очень визуально могут поменять ваше лицо. Очень важно знать линии и пропорции. Так как лицо у нас овальное, на самом деле модели подходит и вот эта зона, с этой линии она будет казаться моложе и подберет лицо немножко выше. С этой линией модели также очень хорошо, потому что, как я и сказала, природные формы, они разрешают рисовать моделирование и короткое, и, так скажем, немножко опущенное. Поэтому для данного типа лица подойдет и короткая линия, и длинная линия. Но что же делать всем остальным? Давайте сейчас тоже разберемся. Давайте посмотрим то же правило, как будет работать у нас на прямоугольной форме лица. Ставим карандаш на основание ушка и ведем к уголкам губ. И также рисуем линию между основанием носа и верхней губой. Обратите внимание, что если вы имеете нижнюю часть расширенную, прямоугольную, квадратную, грушевидную, например, то именно линия, ведущая к уголкам губ, очень сильно визуально скроет вот эту вот зону. Также если вы прорисуете между основанием носа и верхней губой, то вы как бы подчеркнете вот эту нижнюю часть. На самом деле можно рисовать и эту линию, и эту линию, но если вы рисуете короткую линию, то тогда вот здесь у вас более интенсивнее должен быть сухой корректор для того, чтобы были вот эти пропорции. У меня прямоугольная форма лица и всегда я рисовала вот такую линию, ведущую к уголкам губ. Но как только возраст перешел за 40, я стала рисовать линию между верхней губой и кончиком носа, потому что именно после 40 я советую абсолютно всем, неважно какая форма лица, рисовать все-таки более высокую коррекцию, потому что она обязательно сделает ваше лицо визуально моложе. Ну и теперь давайте обратим внимание, как у меня прорисована сегодня коррекция. Да, и кстати, я не сказала мне 42 года, соответственно, мое лицо уже возрастное, поэтому я рисую, как и сказала, линии между кончиком носа и верхней губой. Я думаю, что по трем частям в плане прорисовки линий абсолютно вам все понятно. Давайте теперь посмотрим на всех остальных лицах, как мы будем прорисовать центральную часть. Если вы имеете прямоугольную форму лица, как я и показала ранее, то мы ведем вот сюда, к уголкам губ эту линию. Также вы можете попробовать провести эту линию выше и посмотреть, какая линия вам больше понравится. Никаких других линий больше не существует. Если вы имеете вытянутую форму лица, неважно, квадратную, прямоугольную, треугольную и так далее, то, соответственно, всегда мы делаем именно коррекцию между носом и верхней губкой, потому что если мы уведем вот сюда, то мы зрительно еще подчеркнем наше лицо более вытянутым. Ромбоевидная форма лица. Я всегда стараюсь проводить линию между основанием носа и верхней губой, но в ромбоевидной можно также и опустить линию к уголкам губ, поэтому нужно обязательно учитывать в ромбоевидном лице именно возраст. Всем, кому до 40, я рисую линию к уголкам губ. После 40 плюс-минус рисую между основанием носа и основанием верхней губы. А вот треугольная форма лица, как я и сказала ранее, особенная форма, поэтому здесь мы никак не можем вести линию к уголкам губ, иначе мы прямо этой линией покажем наш заостренный подбородок, поэтому здесь мы ведем линию между основанием носа и верхней губой, и тогда зрительно показываем наш подбородок не таким острым. Если вы имеете круглую форму лица, то обязательно необходимо вести линию к уголкам губ, потому что если вы проведете ее в закругленной форме от основания носа до верхней губы, мы тем самым более подчеркнем круг нашего лица, поэтому обязательно ведем только к уголкам губ, ну и, соответственно, интенсивнее прорабатываем вот эти вот нижние зоны. Я думаю, что абсолютно понятно, как на каждом лице прорисовать все линии. Теперь давайте почитаем еще носик. Если вы имеете нос, ну так скажем, немножко длинноватый, то всегда коррекция носа у вас будет начинаться только вот в этой зоне от середины носа, то есть там, где находится у нас горбинка. Если же вы прорисуете носик вот так, то вы сделаете визуально его еще длиннее. Я думаю, даже сейчас это уже видно. То есть, если у вас носик длинноватый, вы хотите сделать его покороче, то мы рисуем примерно вот от этой линии. Но что же делать тем, у кого не такая яркая проявленная переносица? Например, корьяночки, азиатки, у них очень часто носик бывает вот в этой части не такой проявленный. Тогда вы можете прорабатывать от основания, но вот здесь, где начинаются крылышки, вы делаете вот такую вот как бы перемычку и ее потом растушевываем. И тогда вы зрительно при растушевке покажете ваш носик более короткий. Все это есть на моих курсах макияж для себя, как сделать абсолютно разную форму носа. Крылышки носа также необходимо затемнять всегда только до серединки. Поэтому примерно от переносицы, от горбиночки мы так затемняем. Частенько я еще и вот эту зону тоже затемняю. Все это абсолютно вы увидите в этом уроке, ну и соответственно во всех остальных уроках на моем курсе макияж для себя. Теперь давайте поговорим о тех линиях, где нам необходимо высветление. Абсолютно на каждом лице есть мимические морщинки. Рано или поздно они появляются. Поэтому первые наши мимические морщинки это вот здесь. Это те именно линии, которые придают нам некий возраст. Мы их сразу стараемся высветлять при коррекции. Также наши линии есть еще и вот здесь. Мы их тоже высветляем. Вот здесь есть эта линия. Дальше у нас линии есть вот здесь под глазками. Мы их тоже всегда должны прорабатывать. У кого-то есть мимические вот такие вот морщинки. Это именно линии возраста я сейчас показываю, которые очень часто проявляют ваш возраст. Соответственно у нас бывают морщинки, которые ведут, как правило, к низу. Ну и также у нас бывают еще линии различные возрастные либо мимические, которые идут на лбу. Сейчас мы проявили возрастные линии на лице. И чаще всего многие женщины при выполнении макияжа пытаются убрать только выступающие зоны. А все впалые зоны, которые, кстати, подчеркивают возраст, женщины на них, как правило, внимание не обращают. Также еще очень важно обращать внимание на вот эту зону. Эта зона вообще прям отдельная зона. Обратите на нее всегда внимание. Особенно это касается возрастных женщин, кто имеет некие такие брыли. У нас как бы вот здесь идет отвисание, а вот здесь идет впадинка. И тогда нежелательно прорабатывать все темным корректором. Мы должны именно вот эти зоны по максимуму высветлять. Потому что все, что у нас впалое, мы всегда высветляем. Обязательно нужно прорабатывать светлым цветом, либо светлой пудрой зоны под скулой. Потому что часто у нас вот эта зона очень впала. И, кстати, это первые линии, которые проявляют возраст, когда у нас под скулой идет прям такая некая впадинка. Спинку носа не забываем тоже прорабатывать. И помним, что если вы проработаете полностью, как я сейчас, то вы подчеркнете длину вашего носика. Поэтому часто я прорабатываю только от серединки, либо где-то ставлю просто на кончике вот такую вот точечку. Я очень надеюсь, что те линии и пропорции, которые я показала вам в начале этого урока, вам понятны, и вы точно сможете правильно прочитать свое лицо. Ну а сейчас я покажу все те же самые линии, только уже косметическими продуктами. И научу вас, как правильно необходимо растушевывать различные текстуры, смешивать, соединять их, ну и соответственно корректировать лицо. Мы с вами сегодня рисовали линии, поэтому я буду прорисовывать линию, которая будет вести между верхней губой и основанием носика. Все-таки сделаем чуть-чуть повыше, так как нашей модели все-таки 40 лет. А если у нас есть немножко возрастные изменения, то я все-таки сделаю покороче. Прорабатываем нижнюю зону. Вы уже знаете, как работают эти линии. Тщательно прям наносим. Вот в эти зоны я не наношу, а больше прорабатываю подбородочек. Все должно быть естественно. Полтора пальчика, два пальчика ширина. Об этом подробно я, конечно, рассказываю на своем курсе макияж для себя. Наносим и делаем то же самое с другой стороны. Следующая зона, с которой я прорабатываю, я взяла кисть немножечко пожестче и прорабатываю наш лобик. Вы уже тоже знаете, как прорисовывать здесь овал визуально по линиям мы с вами рисовали. И применяете все эти правила абсолютно на каждом типе лица. То есть если у вас квадрат, вы делаете все то же самое. Если где-то, например, вы интенсивнее сделали, ничего страшного. Я сейчас покажу, как это все растушевывается. Если у нас круглая часть лица, вы прорабатываете вот эту зону. Если у нас височная часть более впалая, мы ее не трогаем. Здесь можно пройтись по овалу. Если вы хотите зрительно немножко потушевать, то мы берем спонжик, макаем его немножко в пудру и плавненько-плавненько вот так растушевываем. Но мы этого делать сильно не будем, для того, чтобы вы смогли увидеть все линии и пропорции. Следующий этап это нанесение хайлайтера. Я беру кисть, беру хайлайтер и наношу на самую выступающую зону. Нанесли и немножечко растушевали. То же самое делаем с другой стороны. Хайлайтер нанесем над верхней губкой. Также хайлайтер нанесем на кончик носа. Если у вас не ярко проявлено переносице, можно нанести хайлайтер и в эту зону. Нам здесь это не обязательно, так как у нас носик хорошо проявлен в переносице. Также хайлайтер мы можем нанести над бровью, во внутренние уголки глаза, добавить. Соответственно, если кожа очень хорошая и молодой личико, добавить на лоб и на подбородок. Следующий этап это нанесение румян. Так как я показываю коррекцию достаточно ярко, поэтому румяна на самом деле здесь уже не нужны, но я покажу, как их наносить. Мы ставим полтора пальчика от носа и ведем чуть выше той линии, где у нас идет линия корректора. Совсем чуть-чуть. Я очень надеюсь, что те правила, которые вы сейчас увидели, вы сможете обязательно применить при коррекции лица на вашем личике. Ну, а наша модель готова. Как вы видите, буквально за 5-10 минут мы сделали прекрасное моделирование лица. И самое главное, мы не подчеркнули возраст данной модели, а наоборот, даже омолодили лицо. А в этот урок не входит макияж глаз, коррекция губ и бровей, поэтому сейчас я выполню легкий макияж и покажу уже вам готовый результат. Очень многие девушки при выполнении макияжа вообще не читают свое лицо. А если вам за 40, то нужно не просто читать лицо, а вчитываться в линии и пропорции. Обо всем об этом я, конечно, подробно рассказываю на своем авторском курсе «Макияж для себя». И очень буду рада, если многие из вас пройдут этот курс и, соответственно, научатся не просто читать свое лицо и пропорции, а еще и сможете читать правильно ваши глазки, правильно читать губки, нос, ну и, соответственно, брови. Я желаю всем отличного настроения, будьте красивыми и помните, что самый красивый макияж – это ваша улыбка.